В рамках парламентского контроля депутаты посетили одно из образовательных заведений округа. В ходе рабочей поездки народные избранники проверили организацию питания в Ненецком профессиональном училище. О том, как обстоят дела с калориями и хватает ли бюджетных средств на полноценное питание для студентов, в нашем следующем репортаже. Сейчас в столовой Ненецкого училища самая горячая пора. Время обеда. Несмотря на просторный зал, рассчитанный на 90 мест, питаться в рабочие дни приходится в две смены. Повара и дежурные торопятся, надо успеть накормить всех студентов, а их 296 человек. Сегодня в меню салат из капусты, рассольник, рис со шницелем, мандарин и компот. Каждый день новый набор блюд. Как показал опрос, проводимый руководством заведения, таким питанием 75% студентов довольны. Среди них и будущий повар Дмитрий Канев. Очень вкусно кормим. Хорошо я наедаюсь. Ну то есть как бы на столовую не жалуюсь. Все очень хорошо. А разнообразное воспитание? Да, разнообразное каждый день на ванну. Такое разнообразное меню в соответствии со всеми нормами Санпина составляет заведующая столовой. В этом году, по словам Екатерины Даниловой, переход с пятиразового питания на трехразовое не повлиял ни на качество пищи, ни на количество калорий. У нас калорийность в среднем где-то выходит 300-3200. То есть у нас больше на мальчиков направлено, потому что их много. В пищевых веществах мы выдерживаем норму. Вот положено, за десятидневное меню у нас составлено, утверждено Роспотребнадзором. Положено столько-то в месяц, значит мы им выдаем все, что необходимо. Таким питанием в профессиональном училище в соответствии с постановлением администрации обеспечиваются бесплатно студенты, которые проживают в общежитии. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, оставшиеся без попечения родители, а также дети из малоимущих семей. Все остальные студенты приобретают за свой счет талоны на комплексные обеды, стоимость которых составляет 97 рублей. Достаточно ли этой нормы питания для определенных категорий студентов, и есть ли необходимость, во-первых, увеличить эту норму питания, хватает ли тех, так называемых, калорий для питания наших студентов, и что нужно еще для того, чтобы улучшить процесс питания нашим студентам в данном училище. Для улучшения организации питания студентов до конца текущего года в училище планируется провести дополнительное оснащение столовой в части установки линии раздачи. По мнению руководства учреждения, это позволит студентам получать не только комплексные обеды, но и приобретать различные блюда на свой выбор. Депутатский корпус обещал помочь.